Каково это выносить решение, которое повлияет на дальнейшую судьбу человека, изменит ее в корне? Каково это, когда твоего слова зависит, с кем останется несовершеннолетний ребенок, чего никогда не сможет сделать судья? Об этом и не только рассказал Урс.ру и телеканалу Евразия судья Октябрьского районного суда Урска Сергей Студенов. Оренбуржец Сергей Студенов более 11 лет работает в судебной системе, но именно судьей чуть более года. Осознание того, какую профессию Сергей Владимирович хочет и что может, складывалось постепенно. В 2004 году поступил на юридический факультет в ОГАУ. После его окончания два года проработал помощником адвоката в адвокатской палате. Уже на заседаниях он понял, что ему интересна именно судебная работа. И в 2011 году пришел в Ленинский районный суд Оренбурга, где четыре с половиной года проработал секретарем и помощником судьи. Более пяти лет работал помощником судьи областного суда. В Орск он переехал ради работы своей мечты. Естественно, работая на этих должностях, я понимал, что хочу быть судьей. Принял для себя это решение, в связи с чем сдал коллекционный экзамен и участвовал в конкурсе на должность судьи. И в мае 2021 года был назначен судьей Октябрьского района суда города Орска. Каково это поменять Оренбург на Орск? Судья по гражданским делам говорит легко. Вы знаете, нет, настроиться было абсолютно легко. Сразу принял и город хорошо, и коллектив. Все прекрасно складывается. И мне понравилось, я уже полюбил и Орск, и его обстановку, и его ритм жизни. Поэтому все прекрасно складывается. Ну и тогда спрошу про самое первое ваше заседание, получается, оно было год назад. Да, чуть, да, воспоминание свежее. Конечно же, помню, первое заседание, это было дело об административном правонарушении, обжаловалось постановление должностного лица налоговой инспекции, которая привлекла юрлицо к административной ответственности за совершение финансовых нарушений. Было волнительно, признаюсь честно, потому что и первое судебное заседание, и ранее никогда не сталкивался с такой категорией. Но все прошло хорошо, вынес решение, оно вступило в законную силу, не было обжаловано. Вот вы на все решения, вы опираетесь исключительно на законы, или бывает такое, что испытываете смешанные чувства? Требования к решению суда, они установлены законодательством, в частности, Гражданский профсиальный кодекс говорит о том, что решение суда должно быть законным и обоснованным. Но профессия судей подразумевает в себе, что судья должен быть объективен. Знания, профессионализм, они, конечно, приходят с опытом, но в любом случае судья должен уносить правосудные решения. Это означает, что решение должно быть не только правильным с точки зрения закона, но еще быть справедливым. И некоторые законы так и ориентируют суд, при вынесении решения суда руководствуются именно принципом справедливости. Смешанное чувство, конечно, бывает всегда. Самое сложное – осознать то, что за твоим решением стоит жизнь человека, его судьба. Даже, казалось бы, легкие решения с точки зрения применения норм материального права, как ипотечные кредиты, ну, всегда трагедия семьи, да, человек может лишиться жилья, в том числе единственного. Очень тяжелые решения, и в них не только применяющий закон, и не только принцип справедливости. Это дела, где участвуют несовершеннолетние, с правами несовершеннолетних лишений, ограничения родительских прав, порядок общения с ребенком, место жительства ребенка. Убородители, у них одинаковые права, обязанности. Они любят ребенка, ребенок хочет быть с ними, поэтому действительно тяжелое решение. Быть судьей – это значит принимать сложные решения, которые влияют на дальнейшую судьбу человека, на которые осужденный может отреагировать по-разному. Сергей Владимирович рассказывает, что угроз в его адрес не поступало, но, идя на эту работу, он понимал, что и последствия могут быть разные. При этом отмечает, не бывает легких или тяжелых профессий, все может быть в любой сфере. Так что страшно точно не было. У вас много чего нельзя, даже, наверное, больше, чем можно. Вот чего никогда не сможет сделать судьба? Ограничения действительно есть. Они, в первую очередь, связаны с особым конституционно-правовым статусом судьи и направлены на обеспечение независимости суда. Судья не может заниматься предпринимательской деятельностью, он не может работать в никаких государственных органах и, в принципе, не может осуществлять трудовую деятельность, кроме научной, творческой, педагогической. Судья не может быть избран депутатом, он не может участвовать ни в каких движениях, политических партиях и, в принципе, в публичном пространстве, не может высказывать свое мнение относительно их деятельности. Есть запреты, как судья не имеет права иметь счетов и вкладов в банки, в иностранных банки. Запрещены, в принципе, все иностранные инструменты. Конечно, установлены и требования морального поведения судьи. В любом случае, кодекс судейской этики предусматривает, что судья должен следовать стандартам, высоким стандартам морали, нравственности, быть честным и самим собой с гражданами. Не запрещено иметь социальные сети, в сети интернет, но судья должен быть максимально и предельно аккуратным. Ведя эти социальные странички, он не может указывать на свой статус судей, ведя эту страничку. Сергей Владимирович не может сказать, что, став судьей, терпит какие-то неудобства в связи с ограничениями. Он изначально понимал, куда идет работать и зачем. 18 мая Октябрьскому районному суду Орска исполняется 50 лет. В торжественный и важный для ведомства день хотим поздравить и Сергея Студенова, и всех его коллег с праздником. Желаем процветания, успехов, спокойных будней и ярких праздников. Наталья Бейкер, Николай Бараников, служба информации, телерадио, компания «Евразия».